Моё почтение и уважение дорогим гостям! Краткое содержание сказки Руслан и Людмила. События сказки начинаются со сцены свадебного пира. Князь Владимир выдаёт свою младшую дочь Людмилу замуж за князя Руслана. На пиру присутствуют три соперника Руслана, которые также претендовали на руку и сердце княжны. Смелый воин Рогдай, любитель пышных застолий трусливый Фарлав и хазарский хан Ратмир. Незадолго до полуночи пир окончился, гости разошлись. Внезапно грянул гром, и неведомая сила похитила невесту. Разгневанный князь Владимир упрекнул Руслана на исчезновение Людмилы и пообещал отдать свою дочь в жёны тому, кто найдёт её и вернёт домой. На поиски Людмилы отправились Руслан, Рогдай, Фарлав и Ратмир. В течение дня всадники двигались вместе, а затем разъехались каждой своей дорогой. Спустя некоторое время Руслан набрёл на пещеру, в которой встретился со старцем. Старик сообщил Руслану, что его невесту похитил волшебник Черномор. Старец подбодрил Витязя, предсказав ему, что Черномор погибнет от руки Руслана. А ещё старик заверил Руслана, что честь Людмилы в безопасности, потому что Черномор уже слишком старый и ничего не может с этим поделать, даже с помощью волшебства. Руслан остался в пещере на ночлег, и старец поведал ему историю своей жизни. По происхождению он был финном, работал пастухом. В юности он влюбился в красавицу по имени Наина. Признавшись девушке в любви, пастух получил отказ и решил заслужить её любовь, прославившись как великий воин. Отправившись в дальние края, он участвовал во многих битвах. Вернувшись домой со славой героя и завоевателя, воин принёс Наине богатые дары, но снова получил отказ. Тогда он решил обладеть магическими способностями и получить любовь Наины с помощью волшебства. Изучая колдовские премудрости, новоиспечённый маг не заметил, как прошло 40 лет. Любовная магия подействовала, Наина полюбила бывшего пастуха. Но когда они встретились, он обнаружил, что его возлюбленная состарилась и совершенно утратила былую привлекательность. Чародеев в ужасе покинул влюблённую Наину, которая заявила, что также стала колдуньей и пообещала отомстить за доставленные ей моральные страдания. Старик предупредил Руслана, что гнев Наины грозит также и ему. Утром Руслан поблагодарил старца и отправился на дальнейшие поиски Людмилы. Здесь рассказ возвращается к приключениям соперников Руслана. Грозный воин Рогдай повернул коня назад с намерением убить Руслана. Вместо Руслана, перепутав, он чуть не убил трусливого Фарлафа, который бросился на утёк, издали увидев приближающегося всадника. Перепрыгивая через ров, конь сбросил Фарлафа в грязный ров. Обнаружив свою ошибку, Рогдай удалился и вскоре встретил Наину, которая указала ему, где искать Руслана. Фарлафу старуха Наина посоветовала оставить поиски Людмилы и вернуться домой, в родное селение, к безопасной жизни и ожидать там сигнал. Руслан продолжил свой путь. Его догнал Рогдай и вызвал на поединок. Далее действие переносится в дом Черномора. Похищенная княжна Людмила очнулась в шикарной незнакомой обстановке. Её окружали красивые интерьеры в восточном стиле. Девушки-прислужницы нарядили Людмилу в роскошный наряд и драгоценные украшения. Однако ни наряды, ни украшения не радуют княжну, её переполняет тоска по Руслану. Прогуливаясь по владениям Черномора, Людмила оказалась в прекрасном саду с пальмовыми аллеями, фонтанами и певчими птицами. Там она чуть не прыгнула с мостиком в воду, желая покончить с жизнью, но не решилась. Утомившись прогулкой, Людмила села в траву. Перед ней чудесным образом возникло угощение. Сначала Людмила намеревалась отказаться от еды и умереть от голода, но потом передумала и пообедала. Вечером служанки уложили Людмилу в постель и ушли. Вскоре в сопровождении слуг арабов явился Черномор, который оказался уродливым старым карликом с необыкновенно длинной бородой. Людмила с криком схватила Черномора за колпак на голове и собиралась ударить. Черномор испугался и запутался в бороде. Слуги унесли Черномора, испокоив Людмилы. У девушки в руках осталась шапка карлика. Повествование возвращается к Руслану. В жестокой и долгой схватке Руслан победил Рогдая и бросил его в море. Рогдая забрала русалка. Он стал призраком и пугал рыбаков. Далее утро в замке Черномора. В окно, покоив карлика, летел дракон и превратился в старуху Наину. Колдунья предложила Черномору сотрудничество. Наина мечтала отомстить старому колдуну Финну, который сначала приворожил ее, а затем отверг ее любовь. Она предупредила Черномора об опасности. Черномор заявил, что ему ничто не угрожает, пока цела его борода. Наина превратилась в змея и улетела. Черномор решил повторно посетить Людмилу. Войдя в ее палаты, карлик обнаружил, что девушка исчезла. Черномор приказал слугам отыскать княжну. Дело в том, что, оставшись наедине, Людмила от скуки, а также повинуясь женской привычке все примерять, надела шапку Черномора, которую сорвала с карлика в процессе драки. Оказалось, что, повернутая задом наперед, шапка делала невидимым того, кто ее надел. Обнаружив волшебное свойство шапки, Людмила стала невидимой. Руслан, победив рогдая, оказался без оружия, потому что все его снаряжение было сломано в поединке с соперником. Оказавшись на поле старой битвы, усеянном останками павших воинов и оружием, Руслан решил подобрать себе подходящее снаряжение. Он нашел щит, шлем, кольчугу и копье. Не мог отыскать только достаточно увесистый меч. Бродя по степи, Руслан увидел огромную, величиной с холм, живую голову воина. Руслан разбудил голову воина, пощекотав ему ноздри копьем. Между Русланом и головой завязалась словесная перепалка, которая перетекла в битву. Голова пыталась сдуть Руслана вместе с конем, а князь вонзил копье в огромный язык головы. Затем Руслан ударил голову рукой в щеку. От сильного удара голова перевернулась и откатилась в сторону. Оказалось, что под головой находился богатырский меч. Руслан взял этот меч. Сжарившись над поверженным противником, Руслан не стал его добивать. Голова поведала Руслану свою историю. Выяснилось, что воин-великан был родным братом карлика Черномора, который завидовал огромному росту брата. Однажды Черномор уговорил брата вместе отправиться на поиски особого меча, о котором прочитал в колдовских книгах. Этот меч, согласно предсказаниям, способен был погубить обоих братьев. Великану этот меч должен был отрубить голову, а карлику – его волшебную длинную бороду. Найдя меч, братья стали спорить, кому достанется меч. Хитрый карлик предложил такое решение спора. Оба брата должны приложить уши к земле. Кто первый услышит звон, тот и станет обладателем меча. Доверчивый великан улегся на землю вслед за братом. Карлик подкрался сзади и отрубил великану голову, а затем перенес ее в то самое место, где Руслан и нашел эту голову и охраняемый ею меч. Голова позволила Руслану забрать меч и пожелала ему найти Черномора. Рассказ переносится в начало пути Ратмира, третьего соперника Руслана, который направил коня на юг. К вечеру Ратмир оказался неподалеку от замка. На стене молодой хан увидел красивую девушку, которая пригласила его на ночлег. В замке его ждала целая толпа красивых девушек. Окруженный заботой красавец, Ратмир позабыл о Людмиле. Приключения Руслана продолжаются. Наступила осень, затем зима. Все это время Руслан неутомимо шел к своей цели, к спасению Людмилы. По дороге он сражался с врагами, преодолевал различные трудности и искушения. В это время Людмила, будучи невидимой, скрывалась от Черномора и его слуг. Целыми днями она прогуливалась по владениям карлика, питаясь плодами с деревьев. Иногда она дразнила слуг, ненадолго показываясь им и сразу же скрываясь. Чтобы поймать Людмилу, Черномор приманил ее призраком раненого Руслана. Бросившись к любимому, княжна оказалась в руках карлика и потеряла сознание. В этот момент Руслан вызвал Черномора на битву. Карлик позаботился о том, чтобы княжна оставалась невидимой и пошел на поединок. Черномор сразу начал сражение нечестно. Он воспользовался своей способностью летать, напал на Руслана с воздуха и ударил витязя по голове палицей. При повторной атаке Руслан увернулся и карлик влетел в снег. Руслан схватил Черномора за бороду. Черномор снова поднялся в воздух, увлекая за собой и Руслана, который продолжал крепко держаться за бороду карлика. Два дня Черномор носил Руслана по воздуху. На третий день карлик устал. Начал просить о пощаде, пытался договориться. Руслан потребовал отнести его к Людмиле. Прибыв в замок Черномора, Руслан сразу же отрубил карлику его городу и прикрепил ее себе на шлем в качестве трофея. Разместив Черномора в котомке за седлом своего коня, Руслан бросился на поиски Людмилы. Обойдя владение Черномора и не найдя жены, Руслан пришел в ярость. Он даже предположил, что Людмила покончила с собой. Разгневанный Руслан начал крушить все, что попадалось ему на пути, размахивая своим богатырским мечом и случайно сбил с невидимой Людмилы волшебную шапку Черномора. Спящая Людмила стала видимой. Попытки Руслана разбудить любимую ни к чему не привели. Он впал в уныние, но вдруг услышал голос старого волшебника Финна, который посоветовал Руслану отвезти Людмилу к обцу и пообещал, что в присутствии князя Владимира Людмила проснется. Руслан забрал жену и отправился домой. По дороге Руслан посетил поле брани, где находилась голова великана. Увидев побежденного Черномора, голова умерла. Чуть позже Руслан встретил Ратмира, хазарского хана, его бывшего соперника. Ратмир стал простым рыбаком и счастливо жил со своей возлюбленной на берегу реки. Ни о военных подвигах, ни о соперничестве с Русланом за любовь Людмилы Ратмир больше не мечтал. Переночевав в компании Ратмира, Руслан снова двинулся в путь. Все это время Фарлав отсиживался в родном селении и ждал сигнала от старухи Наины. И вот колдунья явилась к нему, превратилась в кошку и приказала следовать за ней. Наина привела Фарлафа к месту ночного привала Руслана и Людмилы. Конь Руслана попытался разбудить хозяина, но князь был охвачен необычным глубоким сном с неприятными сновидениями, в которых Людмила доставалась в жены Фарлафу. Наяву же трусливый Фарлаф трижды вонзил меч в грудь Руслана, забрал спящую Людмилу и повез ее к отцу. От полученных ран Руслан умер. Черномор, все это время сидевший в котомке за седлом, выглянул наружу, увидел мертвого Руслана и решил, что теперь он свободен. Правда, выбраться из котомки он не мог. Фарлаф доставил спящую Людмилу в Киев к отцу. На вопрос Владимира, почему княжна спит, Фарлаф ответил, что он нашел ее в таком состоянии в муромских лесах, в руках лешего, с которым Фарлаф якобы три дня отважно сражался и победил. Князь Владимир обрадовался возвращению дочери, однако приуныл, когда оказалось, что разбудить Людмилу не способны даже самые громкие трубы. Утром к городу подошли враги – печенеги. Старец Фин ожидал в своей пещере, когда настанет день судьбоносных событий. Чудесным образом старец перенесся в далекое место за горами, где находились источники мертвой и живой воды, и набрал из каждого источника по кувшину воды, а затем перенесся к месту гибели Руслана. Мертвая вода быстро и без следов исцелила раны, а живая вода вернула Руслану жизнь. Очнувшись, Руслан стал оглядываться в поисках Людмилы. Старец сказал Руслану ехать в Киев, придрек ему битву, в которой князь одержит победу. Дал Руслану волшебное кольцо, с помощью которого можно разбудить Людмилу, а затем распрощался с князем навсегда и исчез. В это время печенеги напали на город, завязалась жестокая битва, которая длилась с утра до ночи. Утром следующего дня прибыл Руслан и в одиночку истребил великое множество печенегов. Воодушевленные киевляне сразились с оставшимися врагами и одержали победу. Руслан вошел в терем Людмилы. Увидев живого Руслана, Фарлав чуть не потерял сознание и упал на колени, ожидая казни. Руслан дотронулся до лица Людмилы кольцом, полученным от вещего старца. Людмила проснулась и обняла Руслана. Князь Владимир забыл о своем гневе на Руслана. Фарлав покаялся в своем вероломстве. На радостях князь простил его и сохранил ему жизнь. Карлика Черномора, теперь уже лишенного колдовских способностей и безопасного, приняли во дворце. События сказки заканчиваются пышным праздничным пиром. Подписывайтесь, дорогие любители сказок. Желаю вам сказочной мудрости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok